Пятый канал представляет Нет ничего постоянного в Вселенной Все в ней течет, меняется Зыбок любой образуемый образ Без веры нет баланса Дош Ты знаешь, что такое Дош? Дош – это жизненная энергия Прекрасно Ой Ого, твоего уже и по телевизору показано Владимир Сергеевич, расскажите про открытие нового филиала в Петербурге Вы давно работаете здесь у нас в Тюмени Почему Петербург и как скоро вы уедете? Да, Петербург и Тюмени, конечно, очень далеко Но поеду уже скоро Мы решили расширить сферу своей деятельности И открыть новую опись по управлению производством Редлёги, клапана, разделители очень важны Что, твое возвращается? Надолго? Ну не стесняйся, рассказывай Я же должна знать все, чтобы тебе помочь Ой, да непростая у нас предыстория У меня же нет ничего Он меня как и подобрал в Новгороде без гроша Так и держит Ни счетов, ни компаний, ничего Ну а вообще? А что вообще? Сама видишь, что за человек? Только о работе думает И ревнует меня каждому в столбу при этом Только и слышит, что вернусь обратно в Новгород Если что, узнает И поверь, в Новгороде меня не ждет ничего хорошего Ну ничего, голубушка Ты для этого и здесь Мы все исправим Простите, ради бога, если я вам помешала Ты не помешала, Олечка Заходи, знакомься Это Нина Александровна Иванова Хозяйка художественной галереи С нескромным названием Нина А это, кстати, Ольга Можно сказать, она моя ученица Помогает по хозяйству А еще художница Я очень рада с вами познакомиться Галерея Нина Это же легенда Это так круто У меня просто нет слов Простите, Нина Александровна Если я вам помешала Я могу уйти Что вы, что вы Это я должна бежать Раз уж вы меня врасплох застали То приходите как-нибудь Покажите свои работы Что, правда, можно? Ну конечно, а почему нет? Молодым везде у нас дорога Правильно Оля, Лариса, пока Пока-пока До свидания Ларисочка Ивановна Я просто не знаю, как вас благодарить Это так круто У меня просто нет слов Все будет хорошо Все, стой Вон уже дом Ларисы Дальше я сама Леги на свой концерт А то обождаешься Да ничего, подождут Когда встретимся? Или снова засядешь За картину на неделю? Ну, потерпи немного Мне нужно закончить Одну работу Это очень важно для меня А может быть и для нас А что за работа? Потом расскажу Лариса Лариса Алло, полиция Я обнаружил Труп человека Юрия, что ты отпечатки с ноутбука снял? Снял Все, я тогда для Кузи забираю Понятно Ну Юрий, чего у тебя? Что? Предположительная смерть наступила вчера вечером Возможно, это суицид Девушка вскрыла себе вены Потом потеряла сознание Упала И ударилась головой Вот у нее характерная гематома на лице Ага Алексей Леонидович Это же вы тело обнаружили? Да, это я Пойдемте на улицу, выйдем, пообщаемся Не будем экспертам мешать Заканчивайте тут тогда Угу Кудесо Возьми Позволь На полставке в центре психологии работаю Синее небо А в остальном так Частная практика Так вы психолог? Да Подождите, а краткий курс счастливой жизни Это ваша работа? Да, а моя читали? Нет, мама интересуется А Так как давно вы знали потерпевшего? Да совсем не знал Первый раз на прием пришел Хотел с аюрведой познакомиться Модная тема А тут такое, конечно Да Тема, конечно, модная Но не дешевая И были вчера вечером Я Подождите А вы что считаете Это я убийца? Да Да шучу, шучу Это стандартные вопросы Мы их всем задаем Ну и шуточки у вас, конечно Ну так что, можете вспомнить, где были? Конечно могу Дома был один Поздно вернулся с работы Устал Кино посмотрел Спать лег Ага То есть никто не может подтвердить Что вы были дома? Может соседи? К сожалению Нет А камера На домофоне Камера есть Хорошо, проверим Благодарю Ты что, на охоту собрался, капитан, а? Да не Оружие любит смазку Как это Как дедушка сказку Как девушка ласку Слушайте Девушки Бабушки Мне вообще кто-нибудь скажет С чем мы имеем дело? Так это, блядь, ждем Ждем Чего ждем? Экспертизу Володя Вон, ноутбук, жертвы Нормально И долго мы этого Володя будем ждать? Ну, это так-то от Володи зависит Да, слушаю Не понял А, блондинка По личному делу Ну, пускай на улице подождет Я сейчас выйду Андрей Борисович Мне тут надо Буквально на минуту Давай, давай Спеши Блондинка все-таки Дима Настя, привет Что случилось? Что случилось? Это я у тебя хочу спросить Что случилось? Что-то с Вовой? Конечно, с Вовой А с кем еще? Тихо Тихо, тихо Так, Настя Успокойся, пожалуйста Я расскажу Что случилось? У него другая женщина У кого? У Володи? Да ты что? Этого не может быть Это невозможно Дим, ты меня с детского сада знаешь И ты нас познакомил Сказал, что мы отличная пара А теперь ты его покрываешь Никого я не покрываю Просто у Володи и женщина Ты что? У него не может быть другой женщина Дим, он вчера отказался у меня ночевать Так, ну, вот Подробности вашей личной жизни Я не хочу слушать Так, слушай Настенька Успокойся, пожалуйста Я во всем разберусь А ты иди домой Я не домой Я на фитнес Вот и тем более Иди на фитнес Хорошо? Да, не понравился мне этот Васин Дима говорит, что алиби у него нет Я вообще какой-то мутный тип Я не понимаю Чего все помешались на этой Как ее... Аюрведа Во-во, именно Мои бывшие тести с тещей Ну просто замучили меня Это не ешь Это не пей Об этом не думай Туда не ходи Сюда не ходи Просто Ад Адский просто А ты знаешь Может быть кому-то и Помогает Ну да Помогает Расстаться с деньгами Ага Ну что, Володя так и не звонил? Не звонил, не приходил И это уже не смешно Он же ни в какие рамки, понимаешь Не входит Срочно найди Кузьмина Есть Ладно, тогда поеду к нему домой Ну, а Бог не забудь Ага Чего ты тарабанишь? Заходи Володя, ты нормальная вообще? А что? Ты видел, который час? Нет, который Тебе голованов в голову оторвает Одевайся быстрее А что случилось? Ты что на звонки не отвечаешь? Я не знаю Наверное, телефон вырубился Я до шести утра пробу писал До шести утра он пробу писал? Убийство у нас Да ты что? Ага А это кто? Новая пассия? Какая пассия? Заставка не видишь, что ли? Заставка Давай живее, Володя Слушай, да не бухти ты Дай с утра проснуться человеку Давай Изучишь по дороге Володя, стоять Чего, опаздываем? Павелыч, так я же это, ну работал всю ночь Я же вот ноутбук Ларисы Ее электронный ежедневник изучил Нашел интересного персонажа Вот Малышев Сергей Викторович Значит он, что примечательно Каждый день ходил к Ларисе А потом раз, неделю назад Как отрезало Я сейчас его контакты вам сброшу Сбрасывай, посещу его обязательно Ну а твое опоздание Его-то как зовут Точнее ее Ну поделись Не понимаю, о чем вы, Павелыч А вроде не глупый парень Всем утро недоброе Андрей Борисович Извините, виноват Извините за опоздание Да-да-да, Дима уже звонил Говорил, что вы кота с дерева снимали Кота снимали Мурзик То есть он вам еще и представился Ну так и сказал Мурзик Смешно Давайте к делу Ты что-то нарыл? Да, Андрей Борисович Я в ноутбуке Ларисы В электронном ежедневнике Ее обнаружил новых фигурантов Значит, во-первых Смирнова Ольга Романовна Она художник Она вчера вечером была у Ларисы К ней поехал Дима Дальше Подозрительным мне показался Малышев Сергей Викторович Дело в том, что он К Ларисе ходил постоянно Но неделю назад резко перестал К нему поехал Павел Ильич Вот, и еще У Ольги есть молодой человек Может он тоже что-то знает Ясно Да, Альбертович Ну говори, не тяни Как блондинка Так а Димы сейчас нет А, Володю хочет видеть Ну хорошо Пусть ждет Сейчас идет Давай, Володя Иди Иди, иди Мурзик ждет Какая блондинка? А я что-то не понял Ну не хочу Что, у каждого по блондинке что ли? Владимир Кто она? Скажи мне правду Я все пойму и прощу Настя, успокойся, пожалуйста Какую правду? Про вчерашнюю ночь Настя, ты с ума сошла? Я работал всю ночь Не ври мне Ты отказался спать со мной У тебя другая женщина Успокойся, пожалуйста Настя, давай мы потом Об этом поговорим Не работать Не звони мне больше никогда Отойди Вы меня предупреждали Что все айтишники с приветом Андрей Борисович В общем, я у дома Ольги Смирновой Извини, перебью Пока не забыл Володя установил Молодого человека Ольги Это некий Андрей Широков С ним обязательно надо побеседовать И вчерашнем вечере Вдруг он что-то знает Ну отлично Обязательно побеседую Может он подскажет Куда Ольга пропала Потому что дома ее нет Телефон не отвечает А соседи сказали Что не видели ее Уже несколько дней Пришедший на сеанс Аюрведы Алексей Васин Обнаруживает тело Врачевательницы Ларисы Ворониной Со вскрытыми венами До результатов экспертизы Невозможно установить Что это было Суицид или убийство Последним, кто мог видеть Ларису Была Ольга Смирнова Молодая художница Но Ольгу опросить не удается Она исчезла Сергей Викторович Здрасте Я Павел И я вам звонил Здрасте А что у вас? У меня как раз пять минут есть А я сейчас на бриф спешу Говорите Что у вас? Да нам всего-навсего Хотелось бы узнать О ваших взаимоотношениях С Ларисой Ворониной Ее мертвые нашли тогда Боже мой Жалко-то как Хороший был человек Ну раз такое дело Я все скажу Я расскажу Рассказывайте здесь что Ну в общем Знаете Я очень неуверенный в себе человек У меня из-за этого Проблемы на работе И в жизни тоже А Лариса Сказала, что Мне с этим поможет Понимаете? Да, я понимаю Понимаете, да? Дальше, да Очень Мне сначала Все так нравилось И правильные завтраки И упражнения тоже по утрам Очень все было хорошо А потом Знаете, она стала Давать какие-то очень странные задания Лариса вообще Очень странный человек Если ты хочешь идти вперед Ты должен идти назад Отлучение духа от материи Вот истина, которая откроется Пять первоэлементов Направят твои стопы Огонь Вода Плюй Плюй Сильней Земля Воздух Дуй И главное Эфир Выше голову А Завтра Идя назад Ты пойдешь вперед Ты что, трава Ты что, трава Смотри Да, ты меня лучше Жим Ты куда идешь? Ты Сам смотри, куда идешь Нас в нее Она как дать Ты понимаешь А? А? А потом Я вообще перестал ходить К этим докторам Это просто путь в никуда И деньги в пустую Не хожу теперь к ним Уже неделю Может быть даже больше Вчера вечером Где были? Можете вспомнить? Конечно Где? У меня же растение А Я ухаживал за цветами Чтал Дарвина Правда, не того Дарвина Который про обезьян А труды его деда Эра Азма Дарвина Любовь к растениям Вот читайте Очень увлекательная книга Все непременнейшие Так, хорошо Полили цветочки Дальше что? А потом я Потом Потом я И заснул Все То есть по факту То, что вы были дома Подтвердить никто не может Может быть с соседями пересекались Не было такого? Кажется, никто Ну если я вспомню Я вам обязательно позвоню Позвоните Позвоните День добрый Здравствуйте Капитан Красавченко Петровская РУВД Это я вам звонил Почему так долго Телефоны не подходили? Да, простите Вчера квартирник был Мы почти до утра гудели Я играю на Варгане И даю концерты на квартирах А что случилось? Представим Скажите, пожалуйста Вы знаете Ларису Воронину Доктора Айурведы? Да, знаю, конечно Но не лично По рассказам моей девушки Ольги Оля у нее проводит много времени И говорит, что вдохновляется Вот нам нужно Побеседовать с вашей девушкой Но мы не можем ее найти Не знаете, где она? Так у нее вчера сеанс был Она после сеанса Может пропасть и на день И на два Или даже больше Она картины пишет И просит ее не беспокоить А что случилось? Расскажите поподробнее О вчерашнем вечере Да Особо нечего рассказывать Я проводил Олю до дома Ларисы И пошел на концерт У меня квартирник был Чуть не опоздал В котором часы расстались? Где-то в 8.30 Ну, квартирник в 9 Ну да, в 8.30 Так, а что случилось? Ну, мы пока точно не знаем Но сегодня утром Ларису нашли мертвой Поэтому нужно побеседовать С вашей девушкой Где, вы говорите, она Картины пишет? Дома Ну, я был дома Там никого нет? Так она, когда пишет картины Она никому не открывает И трубки не берет Но у меня есть ключи Ну, отлично Ну, что? Не берет трубку Куда она делась? Вы знаете, кто это? Нет, не знаю Вообще не представляю Где же Оля? Краска еще не высохла Значит, она исчезла Совсем недавно Итак Сейчас вы станете Все свидетелями Маленького чуда Но Дело в том, что Андрей Борисович Дима мне прислал фотографию Если вкратце Ольга накануне своего исчезновения Начала писать портрет Незнакомой женщины Сейчас мы узнаем Что это за женщина А как это вообще? Это 21 век, Тимур Вкалывают роботы А не люди Подожди Это что, робот? А так на человека, похоже Ну да Не-не-не Это человек А робот Это нейросеть Которая дорисовала портрет Прошерстила интернет И все доступные базы И нашла совпадение Эту нейросеть я писал Несколько месяцев И как зовут? Нина Александровна Подождите Ты что же Робота Нина Александровна назвал? А, это, наверное, для того Чтобы враг не догадался А, ну, если робота То лучше назвать Анжелика Да нет, нет Вы шутите, да? Робота я еще пока никак не назвал Фигурантку нашу зовут Иванова Нина Александровна Она хозяйка галереи Нина Вот У нее муж Богатый тюменский бизнесмен Между прочим Он владеет фирмой Подождите Это я уже где-то видел Секунду Кто-то же из наших фигурантов Точно Андрей Борисович, в этой фирме работает Малышев Убита врачевательница Аюрведы Лариса Воронина Последним, кто мог видеть Ларису живой Была ее ученица Художница Ольга Смирнова Но Ольга пропала С помощью нейросети Оперативники выходят На хозяйку Известной галереи Нину Иванову Чей портрет Писала Ольга Под подозрение Попадает Постоянный клиент Ларисы Сергей Малышев Да Не помешал? Ни в коем случае У меня готова Экспертиза Андрей Борисович Вот только не говори, что это убийство Убийство Замаскированное под суицид Так удалось остановить Как это случилось? Обижаете гражданин начальник? Конечно, установил Значит так Жертва Получила удар В челюсть Тупым предметом Ну, скорее всего Кулаком После того, как жертва Потеряла сознание Ей вскрыли вены Трехи ты, а Сымитировав тем самым Самоубийство Но это еще не все В квартире Также обнаружены Свежие отпечатки Как и Васина Так и самой жертвы А вот другие отпечатки Не идентифицированы О, мужик Подскажи, а Это вы мне? Да, тебе подскажи Ну вот решил подарок другу сделать Ну, сам понимаешь Что подарить человеку У которого все уже есть Ну вот решил картину А я в этом Ничего не отдупляю И чувствую Что продавцы эти Парят меня и парят А я вот прям чувствую Когда меня парят Ага Ну, смотрите Красный Олицетворяет Теплоту души художника Безответственно Разбрызганный Желтый Как Творческий хаос Охлаждается Строгим бирюзовым Ровными линиями Как В школьной тетради Во-первых Взгляд Полный хаос В котором Внимательный зритель Сможет рассмотреть Образцовый порядок Тоже паришь Мне нужно что-нибудь Конкретное В спальню Мужчина Женщина Понимаешь Ага Спасибо, что Отпугнули мне клиента Я Ну А Нет-нет Вы неправильно Все поняли Я беру Завтра Подъедет водитель С баблом Снимайте с продажи Теплота души Ну ты дал А вы неплохо Разбираетесь В живописи Да Работа такая Во всем разбираться Капитан Красавченко Петровской РОД Вы Насколько я понимаю Нина Иванова? Откуда вы меня знаете? Я же говорю Работа такая Я собственно говоря К вам пришел У меня есть несколько вопросов Конечно Спрашивайте Вам знакома Лариса Воронина Доктор Аюрведа Что-то не припомню А припомните Где вчера были Вечером Конечно Вчера был сумасшедший вечер Открытие этой выставки Но Зато Сегодняшний вечер У меня Полностью свободен Как насчет Обсудить все За ужином Карпаччо с дососа С Шаттубрия За счет заведения Конечно Вы как-никак Картину продали Нет Боюсь Не получится А вот Ужин С Гави Восемнадцатого года Это лучше Он и дешевле И к лососю лучше подходит Ну и какой ресторан Вы предпочитаете В данное время суток Здесь есть один недалеко Там человека сбили Там человека сбили Алло Капитан Красавченко Петровский РУВД Человека сбили Скорая Срочно Пишите адрес Пенькова 8 Да Кузя Все родной Давай Работай Работай Что с ним Нина Вы извините Ужин к сожалению Откладывается Мне надо ехать Я вам обязательно Позвоню позже Так поехали Поехали Мужчина Так есть Я его поймал Веду по уличным камерам Теперь главное Чтобы все камеры работали Личность владельца Установить не получится Поскольку номера Заляпаны грязью Единственное Я вот что думаю Павел Ильич Если это было покушение То возможно он вооружен Так что будьте там Поаккуратней Кость Да ты успокойся Мы его аккуратненько упакуем Ты скажи Машина Машина где его Но если никуда не свернет То через минуту Или через полторы Выйдет прямо на вас Черт он свернул Тогда так Через 700 метров Вам нужно будет повернуть направо Не Теперь он точно Из города уйдет Садись поехали Ё-моё Ну что док Какие прогнозы 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 Дело неблагодарное Пусть их теперь Реанимация делает Ну вы же знаете Как они всегда говорят 50 на 50 Или выживет Или нет Обнадеживающе Благодарю Коля Коля Вон они Да вози Стоять Стоять я сказал По колесам Вдали По колесам Быстрее Вызови машину Уходим гад Страхуй меня Тимур Да ты не шагати Меня страхуй Стой Стой Стрелять буду Руки Лицом ко мне Лицом ко мне Алексей Васин Придя на прием Находит труп Врачевательницы Аюрведы Ларисы Ворониной Оперативники Подозревают Постоянного клиента Ларисы Сергея Малышева Но Малышева Сбивает машина Оперативникам Удается задержать Водителя машины Это Алексей Васин Был сам не свой Не каждый день Видишь труп человека В луже крови Был невнимательный Наехал на пешехода Виноват Испугался Стал убегать Кстати Как пешеход Надеюсь Ничего страшного Скончился Малышев Так-то И что теперь со мной будет Ну это определит суд Так вы его знали? Кого? Пешехода? Да конечно не знал Да я его лицо-то не успел Разглядеть Бам удар Вижу человек Ну и по газам от страха А Ольга Смирнова Нина Иванова Вам эти имена и фамилии О чем-то говорят? Нет, впервые слышу Я правильно понимаю Что вы так-то случайно Оказались около галереи Нины Ивановой Когда сбили Малышева Да, все правильно А Малышев при этом Является сотрудником Фирмы мужа Нины И так же постоянным клиентом Ларисы Ворониной Труп, который вы обнаружили Вчера утром Согласен Звучит все как-то странно Но вы мне поверьте Я знал только Ларису И то можно сказать Посмертно А то, что мы с потерпевшим Ходим к одному доктору Ничего удивительного Петербург город маленький Андрей Борисович Похоже наша Нина сбежала Дома ее нет Консьерж сказал, что она Уехала на такси Я думал в галерею Но в галереи тоже никого нет И телефон ее выключен Так, а теперь попробуй связать Последовательность А1 и А2 С сюрективной функцией С кем разговариваешь? Что? Не с кем Сам собой Странно Так А где Тимур? А, Тимур с экспертом На квартире у Васина Кстати, у Васина Очень много кубков по боксу Я же говорил, что он Непростой человек Значит так Шерлок Холмс У нас очередная проблема Рядом с домом Ларисы Обнаружено женское тело Так что дуй, иди Разбирайся Есть, дуть А где Нина, Володя? Сейчас, секунду, посмотрю Андрей Борисович Не знаю У нее, похоже, телефон выключен Геолокацию не определить Что, пустилась в бега? Ну, если так, то тогда она явно не будет светиться там, где нужно предъявить паспорт А это аэропорты, ЖТ-вокзалы А она же из Новгорода? Совершенно верно Рейсовый автобус Понял, смотрю расписание Нина Александровна Вот вы где А я вас всюду ищу Куда же вы собрались-то? Как же ужин? А, вы понимаете, моя тетя заболела Надо ей помочь Я на денек и обратно Понимаю Но дело в том, что у нас возникли неотложные вопросы И вам придется проехать со мной Давайте я помогу Поехали Поехали Ей бы жить да жить Господи, что с людьми-то делается, а? Ой, не говори Сейчас ее еще парень придет Тихо, тихо, тихо А пропустите его, пропустите Оля, Оля Так, руками ничего не трогаем Так, это точно она? У нее кольцо на пальце Я подарил бы, поживиться хотели Ладно, 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 соболезную Ладно, пойдемте Пойдемте Алексей Леонидович Нет смысла отбираться Явку с повинной еще никто не отменял Так, я же во всем признался Я виноват, сбил пешехода Могу ответить по всей строгости закона Ну, а как вы объясните Наличие ваших отпечатков На клавиатуре ноутбука Ларисы? Так, я же вам уже все рассказал Мне стало плохо Я мог там трогать все, что угодно Но во время изъятия Ноутбук-то был закрыт У нас есть фотографии с места преступления Можем вам показать Вы отредактировали ежедневник Ларисы Удалили оттуда записи о Нине И добавили свой визит с утра Так-то Так как это возможно? Да очень просто Вы отредактировали локальный файл Это наш специалист установил А вот файл в облаке остался нетронутым И при отсутствии подключения к сети Он так и не обновляется Но вы этого не знали Это не может быть доказательством А ваши патажировые следы На теле Ольги Смирновой А ДНК тоже не являются доказательством? Мы имели прямые улики против вас, Васин Только мы не могли понять вашего мотива Пока не услышали показания Малышева Так он же умер Это мы вам так сказали Можно воды? Потом попьете Пожалуйста, полюбопытствуйте Нина Иванова Пользуясь своим положением Жены хозяина фирмы Склоняла меня к сожительству Я боялся ей отказать И мне это не очень нравилось Поэтому я с этой проблемой Обратился к Ларисе Ворониной Я вижу дисбаланс ДОЖ Это самое ужасное, что может быть Я знаю, как мы поступим Мы нападем первыми Как это так первыми? Она придет ко мне на сеанс И я напою ее специальным чаем А ты, чтобы избавиться от всех своих комплексов И стать, наконец, нормальным мужчиной Будешь любить ее со всей страстью И это приведет в гармонию Пятый элемент И ты исцелишься Это последнее твое задание И самое сложное Когда я выполнил задание Ларисы Я, честно, я не знал, что она снимает все на видео Ради шантажа Ну, Алексей Леонидович Теперь ваша очередь Камера у домофона На которой вы ссылались Как на алиби Действительно видела Как вы заходили в подъезд И больше оттуда не выходили Но там же есть еще пожарный выход Через который вы могли выйти И остаться незамеченным Так, так Нину мы задержали И она уже дает признательные показания Так что Теперь мы вас слушаем Все, что я сейчас скажу Может считаться явкой исповинной Да, конечно Рассказывайте Нину я знаю очень давно Это моя первая и единственная любовь Ради нее я всегда был готов на все Послушай, деньги не проблема Мы проведем это Как психологическое исследование Восприятие фокус-группы абстрактного искусства Да я вообще не про деньги Тебе действительно это нужно Ну а как ты думаешь Эти уроды меня шантажируют Ты мне вообще веришь Если мой муж узнает Мне конец Мы уедем отсюда Где нас не найдут Да ты не понимаешь Он отмазал меня так давно в городе Давняя история Так Что за история Тебе лучше этого не знать Чтобы тебе помочь Я должен знать все Я работала в Новгороде Проституткой при отеле Который крышевал Иванов Один иностранец Он кидался в номере Прямо у меня на руках Меня обвинили в том Что я дала ему клофелин Мне светило 7 лет А Иванов меня отмазал Он и тогда был крутой Сейчас так вообще Ну и что это меняет Ты издеваешься Он пальцем щелкнет Меня не на 7 лет А на 17 упекут Короче Сделай все как надо И забудем об этом Все вернется на круге своя И больше никаких малышей Только то А зачем вы утром Устроили этот театр комедии Лариса Я вечером очень много наследил Она отказывалась давать Пароль от компьютера Вот и пришлось применить силу Я думал что старые следы Могу скрыть новыми Вот и решил прийти к ней утром И вызвать полицию Думал что это отведет От меня подозрения А Ольга Я даже не знал как ее зовут Случайная жертва Здравствуйте 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 Не подскажете который час Да Сейчас Дим у меня нет никакой девушки А с кем ты там постоянно разговариваешь Алло Дим С искусственным интеллектом С кем С искусственным интеллектом Ее зовут Ресурсов интеллигенс Фор технологичал таскс Трю артифишал Вот спорим и повторишь Повторю Но если кратко Ее зовут Рита Я ее сам написал Вот я сейчас ее пытаюсь научить Испытывать эмоции Ты серьезно Ты робота Пытаешься научить эмоции Не робота А искусственный интеллект И потом это мой робот Дай свой телефон Зачем Дай Давай-давай Скептик Ну сломай Тут нечего ломать Так Ты разыграешь меня, да? Нет Разыграю Сейчас, подожди Сейчас мы посмотрим на тебя Дима Дима Так Угу Угу Все Она у тебя в телефоне И зачем ты ее туда засунул Дима Прояви вежливость Поздоровайся с девушкой Вал Рита Здравствуйте, Рита Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич Меня зовут Рита Я нейросеть и могу общаться с вами На любые темы Ничего себе Ага Классно Да Так, подожди, стоп А откуда она меня знает? Дима, ты чего? Ты же меня сам все время учишь Что неприлично говорить о человеке В третьем лице В его присутствии Ничего, Володя Это не страшно Дима совершенно справедливо Не считает искусственной интеллекции человека Так, ладно Ну любые темы говоришь Ну хорошо А как насчет С анестезией с Крябина Ничего себе А как она мне в башку-то залезла? Дима Постарайся завтра не опоздать на работу Ты, видишь Так, слушай У меня к тебе столько вопросов Видишь, кометы сгорающих звезд Знай, это я загадал сто желаний Строим из прошлого в новое мост Из поцелуев надежно обещаний Я головою моих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий Бог Пролетая над нами Субтитры создавал DimaTorzok